Дорогие братья и сестры, сегодня мы собрались на 30-ю годовщину возрождения приходской жизни нашего храма Александра Невского. В далеком 93-м году началась приходская жизнь в этом храме после закрытия этого храма. Нашему храму 136 лет. Но было время, когда здесь не было молитвы, когда здесь занимались разными делами. Здесь был и спортзал, и картинная галерея. Экспозиция музейная и какие-то другие случайные организации. Вот 30 лет тому назад мы вошли в этот храм и стали совершать богослужения. За эти 30 лет многое изменилось и в стране, и в городе, и в нашем храме. Много прихожан, более 100 прихожан уже покинули нас и ушли Господу нашему, которого верили, которого любили всей своей душой. Царство Небесное и вечная память. Много детей стали взрослыми людьми. И у самих у них уже есть дети, у кого-то уже есть внуки. Потому что 30 лет – это все-таки немаленький путь. И мы, конечно, все тоже изменились. Постарели, стали немощными. Несем крест своих хронических болезней, как без них. Ну, в общем-то, мы люди, как люди обычные. И ничего у нас сверхъестественного нет. Но самое главное, что есть в нашем сердце – это огонек веры и любви к нашему Господу. И когда мы сталкиваемся с разными житейскими трудностями и с той же болезнью, мы знаем, что мы должны доверять Богу. Потому что мы христиане. Кто такие христиане? Это ученики Христа. Это те люди, которые идут за Христом. Которые учатся у Христа жизни, как у главного учителя нашей жизни. В нашей жизни много разных учителей. Земных было, начиная со школьной скамьи. И так бывают люди, которые мудрее нас и способны многому научить нас. Моим благодарны. Но бывает, что и учитель уже исчерпывает себя. Бывает, что он уже не может дать больше, чем он знает. Иногда ученик перерастает своего учителя. Но не так с Господом нашим Иисусом Христом. Он вечный наш учитель. И у нас есть всегда, чему поучиться у Него. Для этого мы постоянно читаем Евангелие, Его Слово. И, как говорят святые отцы, когда ты читаешь молитву, то ты говоришь с Богом. А когда ты читаешь Его Писание, Слово Его, то Бог говорит с тобой. За эти 30 лет и мы говорили с Богом, и Бог говорил с нами. И мы, конечно, не всегда Его слышим, не всегда Его слушаем. И от этого нас мучает совесть. Мы понимаем, в жизни такая вещь, когда ты смотришь назад, помните, как у Островского. Оглянувшись назад, бывает так, что неправильно мы проживаем. Оглянувшись назад и больно, замучительно прожитые годы. Но знаю, что когда человек поступает по совести, по Слову Божьему, ему на душе хорошо и радостно. Он счастлив. И поэтому самое ценное в нашей жизни это когда мы поступали по Его Слову. Конечно, приходская жизнь это очень такая жизнь большой концентрации отношений. И бывает так, что не всегда мы понимаем друг друга. Бывает, мы конфликтуем аж до слез у кого-то бывает. У кого-то до истерики бывает. Кто-то еще как-то выражает свои эмоции. кто-то привык жаловаться всегда при малейших трудностях и всем рассказывает всему приходу. А кто-то наоборот терпеливо, что бы ни случилось, он скромно ждет прежде всего воли Божьей. Он не пытается себя как-то проявить, а хочет, чтобы Бог прежде всего проявил, особенно в таких сложных обстоятельствах жизни. А для того, чтобы Бог проявил, нужно дать Богу место в своей жизни. А как дать место в своей жизни Богу? Для начала научиться молчать, помолчать. И тогда Бог начнет ситуацию выстраивать по-своему. А если человек только получил какой-то укольчик маленький и сразу начинает проявлять все свои эмоции, какие заложены в него, то тогда он не дает возможности Богу себя проявлять. И не дает возможности Богу действовать в жизни, потому что я всегда привык заполнять свою жизнь самим собой. А верующий человек должен прежде всего давать Богу заполнять мою жизнь, жизнь моих детей, моих близких. В этом заключается вера, братья и сестры. И, конечно, для нас очень важен образ святого благоверного князя Александра Невского, которого мы сегодня чествовали и всегда чествуем, всегда молимся к нему, потому что его святому имени посвящен наш храм. Александр Невский это, во-первых, мирянин, как и все мы миряне. Он не монах. Да, в конце жизни он принял монашество, но, по сути, он не жил как монах, потому что он перед смертью принял монашество с именем Алексий. Вся его жизнь была жизнью доброго, благочестивого мирянина. И не просто мирянина, а князя мирянина. Это значит, что в его руках была сосредоточена власть, деньги. И он умел воспользоваться и деньгами, и властью так, что его народ Божий любил. И хотел народ, чтобы он правил. Хотя тоже не всегда так было идеально. были моменты, когда изгоняли его, а потом опять просили, чтобы он вернулся. Разные были драмы в отношениях между Александром Невским и его народом. Для нас это важно, потому что многие говорят, ну я бывает становлюсь жестким, слишком жестким, потому что я начальник, потому что я мирской человек. Так вот для нас пример Александр Невский и мирской человек, и властный человек, и деньги были сосредоточены у него, но тем не менее он оставался человеком добрым и добрым христианином. Для нас это ценно, это значит, что ему нужно молиться в наших мирских трудностях, в наших мирских проблемах, потому что он понимает, как никто монах может быть иногда оторвался от жизни в своем духовном полете подвига, и может быть не совсем может понимать мирского человека, а мирской человек понимает, и дети были, и жена, все как у нас, и вот ему конечно в первую очередь нужно молиться, и поэтому традиция была у нас, такая народно-государственная традиция, по сути, все храмы, которые строили русские за рубежом, старались назвать в честь Александра Невского, потому что понимали, если такой князь будет, и к такому князю придешь с просьбой, с молитвой, за помощью, он обязательно поймет, в чужой стране, он сможет тебе помочь разобраться в перипетиях жизни, и у нас чаще бывает наоборот, молятся святителю Николаю, святой блаженной Матроне, да, Матронушка, она мирская была, а вот святитель Николай, он святитель, епископ, монах, конечно, у него было большое доброе сердце, иначе бы к пустому колодцу за водой никто не ходил бы, не ушли, потому что всегда можно было почерпнуть обилие милости и щедрот и доброты его любящего сердца, но и Александр Невский, когда он умер, народ воскликнул единогласно, зашло солнце земли русской, настолько был проникнут он своей молитвой, заботой, любовью к своему народу, он защищал народ, хотя не всегда может быть принимал какие-то популярные решения, то есть имею ввиду, может быть не всем нравилось, какие решения он принимал, потому что он покорялся хану на востоке, а многие бы сказали, нужно радикально действовать, нужно идти сейчас войной на хана, он понимал, это невозможно сейчас, и нужно смириться, а вот на запад, с западом он воевал, конечно, не все всегда все понимают из политики тех, кто стоит у власти, нам нужно, братья и сестры, понимать, что мы гораздо ниже в этой социальной иерархии, и мы часто не видим то, что видят оттуда с высоты власти, поэтому мы помолимся Александру Невскому и скажем святой благоверный княже Александре, ты спасал землю русскую, ты управлял мудро народом, государством, помогай и далее нашим правителям принимать правильные решения для того, чтобы процветала наша земля и чтобы на нашей земле было мирно. Так можно сказать символично накануне Александра Невского был праздник ведения во храм Пресвятой Богородицы и мы тоже как бы вошли в храм 30 лет тому назад Александра Невского. Мы ценим, любим нашу святыню, благоукрашаем наш святой храм. Каждый помнит, когда 30 лет тому назад как все было. Бетонные полы, сквозняки, холод, как стояла буржуйка здесь. Как все было, многие помнят очень хорошо. Какой-то фанерный иконостас импровизированный и потом стали появляться и деревянные полы и много других всяких вещей, которые создают удобство для того, чтобы нам было здесь хорошо и общаться, и молиться, и просто встречаться, потому что мы за это время, за 30 лет стали друг другу ближе, сроднились, и мы и породычались, ну, в общем-то, стали ближе. И ближе нас сделал Господь по молитвам и предстательству святого благоверного князя Александра Невского. Радуюсь, братья и сестры, вместе с вами, что все-таки Господь сподобил нас дожить до 30-летнего юбилея, все-таки три десятка лет это значительная цифра. И в еврейской традиции 30-летие было возрастом совершеннолетия, и только 30-летний человек имел право уже учиться. До 30-ти лет он не имел права учить, не имел права быть учителем. Мы уже, если по еврейской традиции, слава Богу, уже можем так сказать, говорить, что у нас есть свои традиции приходские, что мы уже собственно сложились как община, которая совершает свой путь духовный в Царство Небесное, со своими сложившимися какими-то особенностями, потому что знаете, у каждого прихода, как помните, есть такое выражение, что у каждого монастыря свой устав. Так и у каждого прихода, каждый, кто ходил по приходам другим, тот знает, у каждого прихода есть какие-то свои традиции, свои особенности, свое лицо. Точно так же и в нашем храме тоже, кто знает нашу жизнь, приходскую, литургическую жизнь, знает, у нас тоже есть какие-то свои особенности. И это разнообразие красок духовных делает наш мир православия богаче, разнообразнее. Ну и, конечно, каждый находит в мире православия, в приходской жизни, свое какое-то место, свой приход, который ему по душе, ближе. Поэтому, слава Богу, что сегодня вы собрались в этом храме, потому что не все, конечно, смогли прийти наши прихожане, которых, конечно, много, слава Богу, потому что в основном молодые люди, они работают, вот, но есть гости, которые пришли помолиться вместе с нами, с других храмов, мы их от всей души приветствуем и благословляем, чтобы они частичку нашей любви, нашего тепла принесли к себе домой. Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю, желаю вам многолетия, процветания, здравия, спасения и наших батюшек, которые пришли сегодня, потому что многие своей приходской жизнью, там у них то молебны, у кого-то службы, не смогли прийти, но те батюшки, которые сегодня пришли, мы их приветствуем, мы рады им, и отец Евгений, отец Парфений, и отец Алексий, ну, отец Аркадий, наш приз, например, ну, а самое главное, это наш отец Борис, легенда нашего местного православия, который уже много лет благословляет и молится за всех в этом Святом Граде, великий труженик на небе церковной, скромнейший батюшка, очень смиренный батюшка, всех вас любит и всем передает самое-самое искреннее пожелание, отец Борис, Благословите народ Божий, все жаждут вашего благословения, благоденственное, мирное житие, здравие, спасение, во всем благое поспешение, подай же, Господи, дорогим нашим молитвенчикам, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, 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 прими, Божья Матерь, ваши труды и молитвы в этот святой день. Спасибо, Господи, очень-то, мой дорогой, спасибо. Спасибо.